За круглым столом общественники и чиновники собрались на своеобразный мозговой штурм. Решали, что делать с главной проблемой современности – употреблением наркотиков и алкоголя. В прошлом году Саратов накрыла волна отравлений спайсами. В клинике попали 700 человек, 30 погибли. А уже за пять месяцев этого года зафиксировано больше 200 случаев отравления алкоголем. В зоне риска, как правило, молодежь. Именно поэтому новый проект общественников по пропаганде здорового образа жизни так и назвали «Саратов молодой». Но у каждого есть свои организации, свои задачи, свои интересы, свои проекты. И я как раз опасалась, будет ли интересно объединить усилия в нашем городском проекте. Потому что мы как раз не хотели бы ничего надумывать в нем. Мы хотели просто использовать тот потенциал, который уже есть. Участникам проекта сегодня представили и первую концепцию. В ней прописано, что можно сделать в ближайшее время. Например, провести турнир по физкультуре, создать площадку для паркура – это уличная гимнастика. Или построить будку со спортинвентарем, где каждый желающий может взять гири и гантели для тренировок. Люди, которые не могут заплатить за спортивные залы, им некуда пойти. В концепции уже порядка полусотни идей. Несколько принадлежит ему. Вячеслав Малаканов – директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный». Он предлагает увеличить количество уличных спортивных площадок, заниматься на которых сможет любой горожанин. И главная задача, чтобы все они были в шаговой доступности. В первую очередь должна быть доступность, доступность людей к спортивным площадкам, к спортивным залам. Потому что в наше время много очень спортивных площадок закрыты, или же они вообще отсутствуют во дворах, или же разрушены. Стартует проект уже в сентябре. Общественники планируют проводить дни здоровья и безалкогольные дискотеки. А во всех школах города проведут единый урок трезвости. По мнению активистов, это все ради того, чтобы молодое поколение выбирало здоровый образ жизни. Роман Гальперин, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.